То есть твой ответ тот же? Да, мой ответ все еще 42. То есть по твоему ответ 42? Да. То есть по твоему 42 это автор сказки о цели Салтане? Да. Ты диод? Всем привет, уникелята. Те, кто пиши со старого канала, помнят видос про школьные истории. Ну или не помнят, я не знаю. Ну так вот, там я сказал наберете 10 лайков, будет вторая часть. И вы довольно быстро набрали нужное количество. Я как-то подзабил на это, потом потерял канал. Так что будем считать эту салону второй части, окей? Ссылку на первую я оставлю в описании. Если что. Ну ладно, мы погнали. Помните косплеера Бэтмена из прошлой части? В общем, обычно он трусился своими душками, которых я буду называть. Компашка косплеера. Да, я не умею придумать название, но что ты имеешь против. В то время, когда мы проходили на обед стола, наш класс заставили садиться на за стол, рядом с которым сидела именно эта компашка. Так вот, за день мы как обычно сидели и ели что-то одарено-бомнающее. Не знаю, на что это было похоже, но надеялись на что-то приличное. Ладно, я больше не буду шутить на эту тему, она в основниках уже достала. Так вот, сидели и каждый за своим столом спокойно ели. И тут я крайне глаз заметил, что компашка косплеера склонилась над своим столом и золучил их. Я сразу понял, что... Это пиздец. Я не ошибся. Против, где-то через полминуты не поворачивался к нам и предлагает нас к кончаяв, мол, у них стал лишний. А никто из них его не хочет. неожиданно даже для себя я решил использоваться мозгом кто я твой мозг а ты точно мой да что может все-таки не мой так вот я отказался но кто-то я не помню уже кто если честно согласился и получил это атмосфера не то погодите бонжури сегодня я подаю с вами лучшим из детей от берем стакан чара из пакетика это важно это жестко окей добавляем кусок хлеба я уже не помню что это вызови хлеба поэтому хлеб из маккапа почему бы не конечно самое противное для меня вещь рыба перемешиваем готово этот этот аромат помойки все что мне интересно данной истории какой такой стать мой мозг решил заработать только тогда а когда мой мозг не сработал как надо так это в следующей истории . я учился в шестом воде классе я сильно порезал ладонь но это другая история о которой расскажу если вижу много активности об этом да вы поняли вот когда моя рана уже попросил полкали кожицы это кому как я как любая человекоподобная 12-летняя обезьяна утром пошел в школу вижу на уроке математики не хранить его как всегда вдруг мой гениальный мозг пришла идея говорятся врань ведь как говорил мой дед который никогда не видел ранки не потворял детства не знал если что шутка youtube не парни я осуждаю особо себя и деда ладно неплохо это коряда того что из раны начала капать кровь капнул на учебник оставив большое пятно я книг лежал открытый возле меня на партии потому что думал как и на учебнике осталось большое красное дно я честно испугался но не потому что у меня кровь из ладони идет а потому что учебник могли не принять его пришлось бы откупать принятное дело моим родителям это бы не очень понравилось мягко говоря как назло учительница заметила меня в этой глупой ситуации просто что случилось я сказал что крыл ранку порезавшийся страницу учебника и она мне поверила спросил не вредятся мне из-за этого откупать учебник и она ответила нет ибо этому мне сейчас случай и что хорошо что так казалось иногда я думал каким же я был дебилом что больше задумался об учебнике чем в своем состоянии вообще мораль в этих историях не знаю не будете бьем да пусть так а вы поставьте лайк комент напишите а также подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не выпускать мои новые роли и чтобы они продвигались рекомендации и ночью поможет еще можете поделиться роликами с друзьями тоже поможете также можете зайти в другие мои соцсети и буду радоваться там увидите а на этом все пока айкин си дар айвул хэппеттичу кубе а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok